Наталья Афанасьева Наталья Афанасьева, это правило, если свет теплый, то тени должны быть холодные. И наоборот, если свет холодный, значит тени должны быть теплыми. Не могу понять, как вы разделяете теплое и холодное. И в свете могут присутствовать оттенки теплохолодности, и в тенях тоже. Ну, конечно, я ничего не делаю специально, просто смотрю. Ну, вы же сейчас смотрите, ну, лицо же окрашено. Понятно, что тут и теплота есть, но она преимущественно, ключевая фраза, холоднее, чем вот этот рефлекс теплый. Вот и все. Насколько он теплее там стены, ну, просто сравнивайте. Все пропитано и тем, и другим. Просто рассуждаем в парадигме теплее, холоднее. И сравниваем все. И внимательно смотрим на кадр, который мы выцепили своим вниманием, с точки зрения композиции, как он интересен. И, может быть, повезет, что и разделить можно. Это не всегда возможно. Не всегда прям так четкое разделение. Ты посмотришь сейчас за окно, ну, просто все холодное. Ну, есть какие-то здания там тепловатые, но не теплые, прям охра. Нет, охра тоже в перемешку с холодом, который рефлексирует. Это мир рефлексов кругом. Что это значит? Влияние друг на друга. Небо влияет, теплота там здания, зелень влияет и создает цвет. Сложный цвет. Вот и все. Поэтому, Наталья, нет никакого правила. Есть просто замечание этого цвета, этой составляющей. И если мы заметили, мы пытаемся это замесить на палитре в сравнении. Не просто цвет замесили, посмотрели тупо в один цвет. О, зеленый. Раз, зеленую краску. Нет, ну этот зеленый, он в перемешку с чем-то. Мы просто не заметили какого-то включения в этот зеленый. Потому что мир-то состоит из влияний. Если рядом стоит какой-нибудь синий, девушка с синими глазами. Ну, конечно, они рефлексируют на этот зеленый. И примешивается к зеленому эта голубизна глаз. И мы ее тут же с голубой месим. Набью тату. Юэс. Такой ник. В разговоре о портрете наверняка человек пишет с фотографии. Которые зачастую сделаны как сделаны. Нет хорошего освещения, красивых теней и рефлексов. Скажите, имеет ли смысл связываться в плохой фотографии ей. И фантазировать к ней что-то свое. Наполняя ее уже своей эмоцией. Или еще проще не браться. Когда фото не соответствует вашим запросам. А другой нет. Проще не браться. А то такого нафантазируете с фотографией, которой нет. Ну, в учебном смысле лучше писать с натуры. С человека, живого. Хотя бы просто для того, чтобы увидеть, насколько глаз больше замечает, чем сужает очко фотоаппарата. Я когда-то учился на режиссерах. Ну, в общем, да. Нам преподавали очень классные операторы. Которые... Ну, такие с именем. И режиссеры. И, значит, один оператор сказал, что дело оператора смотреть в очко. Ну, они были очень с юмором, шутливые такие ребята. Ну, дедушки. Оператор же все время за камерой. Он только и смотрит в этот кругляшок. Как и врач. Ну, фотоаппарат же сужает телефон. Теперь уже телефон в фотоаппарат. Сужает вот эту многомиллионную в пикселях красоту до, я не знаю, тысячи. По большей стороне, в лучшем случае. Ну, а раз сужает, значит, искажает. Замер-то экспозиционный делается. Либо по теням, либо по светам. Если по светам, значит, тени проваливаются. Ну, то есть, там нет ничего. Ну, в фотографии. Если по теням, то в светах ничего нет. Просто засвечено. Вот и думай, чего делать. Ну, и потом портрет. Это сложнейшая штука рисовать. И нужно понять, что не надо срисовывать первое. Нужно рисовать форму. А форма – это объем. По принципу куба. Мир плоскостей. Куб – это там, я не знаю, сколько там плоскостей. Шесть плоскостей. Но мы видим-то три. Это, это и это. Четвертую не удастся увидеть. Если только в зеркале. А портрет – это больше плоскостей, чем три. Там какие-то всякие нюансы. Они по-разному освещены. И вот эту форму нужно вылепить. Вылепить карандашом. Рисуя. Над этим надо, конечно, потрудиться. А потом уже фантазировать. Сначала должна быть форма крепкая. Тесто должно подойти, чтобы пирожки получились. Если оно не подойдет – нет. То есть нужно время, чтобы с формой подружиться. Понять, что это такое вообще здесь. Глаз. Отдельно все прорисовать. Нос отдельно прорисовать. А губы. Вот эти вот пищевые. Ухо. Это же вообще целый мир. А потом все это вместе соединять. Это редко у кого получается вспомнить, что глаз – это шар. Ну, шар же. Шарик. Ну, мы, бывает, видим таких людей, у которых они очень удивлены, например. У них глаза прям бум. Вот так. Как у дедушки Скруджа. И тогда очень хорошо видно, что это шар. Поэтому его нужно пролепить, как шар. Как-то вот так вот все это вставить. Как скульптор пролепливает. А потом уже веки. Век толщиной имеет, кстати. И нижняя тоже. Так с носом все это площадки разные. И нижняя тоже есть. Площадка. А не просто там, ну, дырки какие-то. Это площадка, в которой есть дырки. Две. И если это все не слеплено, а эмоции есть, то они положены. Ложками морта пронесено. То есть вы не насытитесь. Вы вроде бы кушаете, а она куда-то заваливается туда. Заворотник. Андрей Климковский. Привет, Андрей. Смысл в чем? Что сексуальные центры молчат в то время, когда активны более высокие. Или они тоже работают, просто не доминируют. Это Андрей пишет комментарий к посту или к ролику, где я наброски рисую обнаженные модели. И там был вопрос, как мужчина вообще реагирует на обнаженную модель. Нужно ли это? Далее Андрей пишет. Есть ли смысл вообще блокировать сексуальное восприятие, будучи художником? Или есть смысл оставаться мужчиной, но в высшем понимании этого слова? Очень часто люди думают о выключателе, в то время, когда давно уже изобрели регулятор. Но специально никаким регулятором никуда его не убавляю громкость или не увеличиваю. У меня это происходит как-то само собой. То есть, если я занят, например, чем-то, ну, о чем вы подумали, то ничего нет, кроме этого. Есть только красота какого-то интимного процесса. Я имею в виду, конечно, рисований. То есть, это только восхищение формой и тем, что происходит, тем, что я вижу. Чего тут регулировать? Красота невероятная. Тебе бы справиться на бумаге или на холсте с тем, чтобы сотворить что-то удивительное, неожиданно новое для тебя же самого. Конечно, работает только... Ты же не можешь сотворить кисточкой только одной. Ты же и мастихином пробуешь как-то увлечься. Я имею в виду, всем собой ты творишь музыку. Ты же, например, сочиняешь музыку, ты же не думаешь ни о чем не думаешь, Андрей. Только в музыке весь растворенной. Для тех, кто не знает, Андрей композитор пишет и играет удивительную музыку. И если ты в этом состоянии, у тебя пошли мир нот каких-то замысловатых, а тебе подружка говорит, пойдем тут сейчас в карты поиграем там на кровати. Ты говоришь, подожди, у меня тут симфония идет, поток пошел. Ты сейчас пока колоду разложи, я сейчас... Тут мне дописать нужно. Ну, у меня как-то так. Ну, допускаю, что есть люди, которым нужно специально что-то так... Какие-то манипуляции делать медитативные, чтобы справиться вот с этим напряжением, разрывающим корпус пополам. Конечно, если паяльник попадает в канифоль, он остужается немного, я согласен. Мне кажется, другими словами, если ты, например, спишь, то ты не кушаешь. Нельзя же сразу, как Марфушенька-душенька, она спала и сосала этот сам леденец. И улыбалась во сне, во всякой напушке. Ну, ладно, у нее получилось и спать, и одновременно кушать. Ну, хорошо, если ты кушаешь, ты же не можешь спать. Ты же вывалится все изо рта, весь салат. Ну, что-то одно можно делать все-таки. Либо ты наворачиваешь, либо ты вываливаешь все и спишь. Еще есть места на 3, 4, 5 февраля на семинар, который я проведу на Академичке под Вышним Волочком. Зимний семинар. Будем работать живьем на пленэре, на натуре. Присоединяйтесь. 31 урок. Бухта Чехова. Вот все просто. Небо, море, скалы, гора на дальнем плане. Кипарис. Ну, попробуй взять эти тонкие отношения. Если бы было все так легко, но кругом были бы одни гении. И пока тысячу раз не попробуешь, ничего не получится. Тонной краски изведешь. Наша задача – мыслить тоньше. Видеть тоньше. Настроить свой глаз на замечание тонких нюансов отношений. И через какое-то время обязательно включится вот эта распознавательная функция мозга. Когда вы видите эти нюансы, когда вы в состоянии замесить, делать замес на палитре и точно взять отношения, только потом творческая составляющая расцветет в полной мере. Но не раньше. На мой взгляд, многие делают ошибку. Им кажется, все. Все уже получается. Знакомые, близкие, в восторге. Все в порядке. Я создаю шедевры. Но это не так. Себя не обманешь. Давайте заниматься. И заниматься серьезно. 31 урок. Всего лишь 31. Но задачи при всей простоте сложнее и сложнее. Малый формат. 30 минут работы. Мастихин, кисти, что угодно. Лишь бы взять тонкие отношения. Делайте подобные мотивы. Присылайте мне на разбор. Удачи в живописи. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok